Всем привет! Где-то полгода тому назад у меня гостил друг из-за Урали, Россия. Из города, в котором я провел очень тяжелые 6 месяцев, это город Курган. Мы познакомились, подружились, очень долго общались через интернет и в итоге встретились. Показал своему другу, назовем его Сергей, показал ему Израиль, гостили, встречались с общими знакомыми, пили, ели, потом еще пили. И в один из дней я познакомил его с моим бизнесом, с компанией Beepik. Он посмотрел, так оживился, сказал, да, слушай, классно, интересно, все мне нравится, я вот скоро возвращаюсь, мы сейчас с тобой тут познакомимся еще кое с кем, кое с какими людьми, я тебя там сведу из Кургана и думаю, что этот бизнес пойдет. Вернулся обратно в Курган и действительно не прошло и недели, он мне звонит и говорит, слушай, со мной тут на связи, один очень крутой чувак, сейчас я его подсоединю. у этого чувака просто-просто грандиозное количество друзей, знакомых, он очень из влиятельной семьи, там крутая мама, крутой отец, крутые братья. Короче, в общем, сейчас надо этого парня поджечь, вот так вот, да, чтобы он загорелся этой темой, и тогда, в общем, мы в шоколаде. Если бы это было где-то лет шесть назад, возможно, я бы и потерял сон, покой, аппетит, побежал бы заказывать огромные мешки для того, чтобы складывать туда бабло, ну, я как-то нормально, уже на дворе был год семнадцатый, и я вполне нормально, вполне адекватно ко всему этому отнесся, я говорю, ну, давай, познакомишь. Поговорили, да, действительно, такой нормальный, толковый паренек, посмотрел, задал какие-то правильные вопросы, все, поинтересовался, а именно поинтересовался тем, что действительно было актуально, да, сказал, да, это интересно. Я сейчас заканчиваю один проект, у меня там кое-какая тема, и я обязательно к вам зайду. У Сереги, моего кореша, башню просто от радости в смысло, и он говорит, все, короче, Таль, ты просто не представляешь, давай мы его сейчас правильно подпишем, правильно поставим, слабую ногу, все как положено, ну, ну, Таль, вообще, Таль, ты сам вообще понимаешь, что мы просто с тобой, ну, не знаю, нарыли какую-то там нефтяную скважину. Ну, чего мне этого парня разочаровать? Ну, нормально, думаю, может, у него таких вагон активных ребят, я говорю, слушай, да, вообще нормально, классно. Я говорю, ну, ты, Серега, продолжай, ты дальше рассказывай о бизнесе. Он говорит, нафига, нафига мне это надо, Таль? Зачем? Сейчас наш новый друг, назовем его Игорь, сейчас Игорев начнет тут такую деятельность, вот такой деятельный, ну, он же тебе понравился. Я говорю, да, да, такой нормальный, реальный парень. Он говорит, ну, нормально все. И Серега больше никого в бизнес не звал. А потом у Игоря что-то произошло, умер отец, пришли сюда исполнители, что-то там какая-то движуха, ему пришлось улететь во Францию, потом мы еще с Игорем созванивались, он сказал, Талия однозначно в теме, сейчас я вернусь, мы с Сергеем, все как положено. А потом начали появляться какие-то люди, вместе с этим Игорем, задавать какие-то вопросы, начал появляться миллион возражений, миллион сомнений, в общем, эйфория первого звонка, она куда-то исчезла, и в общем, тихо-тихо-тихо, вот этот вот крутой Игорь, он сдулся. Я Сереге говорю, ты чего ждешь? Ты не спишь, ты не надеешься только на одного человека, не превращай никакого, одного единственного человека, в какой-то идол, давай, 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 дальше, следующий, следующий, нет, слушай, Таль, нет, давай, в общем, я сейчас еще раз поговорю, я поговорю с мамой Игоря, я промою ей мозги, она промоет мозги сыну, ничего, все нормально, у них ситуация взята под контроль, отца потеряли, но зато, в общем, все связи сохранились, все досталось Игорю, короче, Игорь, 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 Игорь не зашел, и этот Серега, потеряв полгода, сам попал в какие-то передряги, сам начал с какими-то черными там риэлторами, что-то там мутить, очень, короче, ситуация у него очень тяжелая, а совсем недавно ко мне в команду пришла хорошая, красивая, умная женщина, которая начала приглашать людей и дошла до одной женщины, которая занимает неплохое место, у которой есть выход на очень серьезные ресурсы, на очень серьезных людей, на очень серьезные возможности, и вот она как-то взбодрилась, так обрадовалась и сказала, что вот, ну, наконец, тоже накопала такую золотую жилу, нефтяная такая вот у нее скважина, вот, женщина пока там не подписывается, есть какие-то обстоятельства, и что-то мне так это стало все знакомо, и я сказал своей собеседнице, хороший партнер, очень сильный партнер, и я сказал, ты знаешь, дорогая, ты давай-ка не зацикливайся на этом вот супер-пупер кандидате, ты давай-ка поши, и начали появляться другие партнеры, а потом другие партнеры, а у партнеров другие партнеры. Это своей замечательной коллеге по команде, я сказал, слушай, родная, есть в сетевом маркетинге одна большая кнопка, и она называется next, ну или the next, не важно, следующий, и нет главнее кнопок, и если мы будем цепляться за какого-то человека, какие-то строить на этого человека, планы, фантазии, в связи с этим человеком, какие-то там, не знаю, иллюзии связывать, свое будущее замешивать на этом человеке, то мы просто-напросто сдохнем, как сетевые бизнесмены. стоит ли говорить, что вот та подающая надежды кандидатка, она до сих пор никуда не зашла. Но мой партнер меня услышала, пошла дальше, в команду начали прибавляться люди, которые начали писать вот такие вот грандиозные отзывы. «Спасибо Господи! Спасибо Таль! Спасибо моему спонсору Гапоновой Ларисе, что привела меня в эту компанию! Я безумно счастлива! Мне хочется порхать, как бабочка!» Я когда познакомился с морякой, честно говоря, я понял, что вот моряка – это последний человек в списке этой ветки, что моряка – это ну, путь в никуда. Наверное, моряка сейчас слушает и просто удивляется, и уже точит ножи, и говорит, «Я тебе дам, что я путь в никуда». Вот такое количество проблем на нее свалилось, такое количество каких-то вот, ну, черных полос, говорят, там черное-белое, но у нее белые куда-то убежали, и была черная-черная-черная какая-то, что-то вот не ладилось, что-то со здоровьем там, ну, вот что-то такое. И она все равно зашла в этот бизнес, и она все равно заказала продукт, она за собой повела еще других замечательных людей, а те тоже включились, те тоже проснулись. И вот, вот этот вот цветочек, с которым я не связывал никакого будущего, пишет мне, «Я безумно счастлива, мне хочется порхать, как бабочка, наконец-то я чувствую себя бодро, я высыпаюсь, я уже давно себя так не чувствовала, как сейчас». И это после приема трех капсул. Меня мучил климакс, вынуждены, операция, «Я по ночам не спала, это был сущий ад, я сейчас чувствую себя отлично, ура, я живу, и это здорово». Я пятнадцать раз переспросил у моряки, можно ли мне это использовать, она сказала, «Да, вперед, нет ничего секретного, живой человек в городе Грозном, живет в России, и под ней уже хорошая структура». А Игорек там где-то порхает, а кандидатка моей коллеги до сих пор все в раздумьях. Я вот представляю, если бы моя коллега хороший, такой вот грамотный, прекрасный, абсолютно спикер, замечательный психолог, вот если бы она зациклилась, повисла бы вот так вот мысленно, на этой своей кандидатке, не было бы моряки, не было бы команды у этой моряки, не было бы других партнеров, прекрасных, красивых, и внешней душой. Мы делаем большую глупость. Когда зацикливаемся на ком-то, связываем с ним свои надежды, и все остальное бросаем. Мы думаем, что вот мы нашли такой вот мощный экскаватор, который будет рыть, 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 и нам приносить бабло. Это все большая человеческая глупость, корни которой лень, корни которой нежелание пахать, корни которой желание получать все на халяву. Сетевой маркетинг это одна большая кнопка Next. Отказали, все хорошо, давайте дальше. У этого что-то не получается, у этого нет денег, этот потом, этому не разрешает жена, это не разрешает муж, еще, 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 и еще, бац, попался человек, который говорит, да, нормально, слушай, хорошая тема, пойду с тобой. Дальше, пойдем, давай, пойдем, теперь вдвоем, давай, теперь уже вдвоем, теперь уже две руки слева, две руки справа, давайте, пойдемте к нам. Да нет, не могу, пока денег нет, давай, зарплаты, давай, давай, подумай, я разберусь, я задумываю интернет, бац, еще кто-то нашелся, говорит, да, вот нормально, слушайте, классно, давайте я пойду с вами. А потом четвертый говорит, слушайте, ребята, а что вы там, куда вы идете меня-то с собой не зовете и вот так вот так вот так вот так это работает кнопка next не что-то там не так вот не подходят тебе наши условия не подходят теперь какие-то наш продукт производитель что-то еще все давайте погнали вдвоем вот как-то вот так вот удачи